45-й международный турнир по вольной борьбе «Черное море» прошел в спорткомплексе Одесской юракадемии. Соревнования собрали взрослых, борцов из Канады, Румынии, Болгарии, Молдовы и других стран. Всего на ковры вышли более 120 сильнейших участников. Та инфраструктурная база, которая создана в Национальном университете Одесской юридической академии, она, конечно, располагает для того, чтобы проводить турниры на высочайшем уровне. Как сегодня, турнир «Черное море» по вольной борьбе, он проводится уже 45-й раз. И очень приятно, что сегодня это череда праздников, это череда мероприятий, которые проходят под эгидой народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Начались они с турнира, с чемпионата Украины по джиу-джитсу. Также продолжается череда фестивалей. Это фестиваль красок, это фестиваль «Иллюзион», который проходит на различных локациях в городе Одессе. И сегодня это турнир «Черное море» по вольной борьбе. В прошлом году впервые на территории, на стадионе Юракадемии, этот наш, одесский турнир. И сегодня мы его проводим во второй раз. Нам очень понравилось проводить его на стадионе. Во-первых, это открыто пространство. С самим спортсменом, болельщиком, участником. В общем, всем очень приемлемо, все очень довольны. Сергей Васильевич, конечно, опять же, хочет сказать самые хорошие, теплые слова. Это его отношение к спорту, воспитанию, физической культуре. И не только по вольной борьбе, во всех спортивных мероприятиях мы видим этого. Человек самый деятельный в участии. Этот год является лицензионным для отбора на Олимпийские игры. Турнир «Черное море» стал этапом подготовки к чемпионату Украины, который пройдет в июле в Ивано-Франковске, где будет возможность отобраться в сборную и выступить на чемпионатах Европы и мира. Также совсем скоро на Европейских играх в Минске выступит представитель Одесской области и клуба «Мангуст» Василий Михайлов. В составе сборной страны входит мой личный тренер Андрей Панаитов. Он сейчас возглавляет одесскую команду. У нас очень много перспективных ребят. Так, Семен Радулов, Владимир Бруков. И мы еще представляем клуб «Мангуст». А уже совсем скоро в Одесской юрокадемии появится свой спортивный клуб, в котором будут заниматься вольники. Мы предварительно договорились о том, что мы будем на территории юрокадемии открывать борцовский клуб. И название придумали – «Планета Академия». У нас закуплены ковры, новые, последнего, скажем так, образца, олимпийского, экипировка. Состав команды планируется быть из учащихся юрокадемии. И потенциальные, скажем так, будущие чемпионы Европы, мира, Украины. Но я надеюсь, что это будут воспитанники одесской клуба, базой которого будет юрокадемия. Академия.